Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша передача называется «Туберкулез». И сегодня у нас в студии у Тимишева Валихан Насифулаевна, главный детский внештатный специалист-фтизиатр Министерства захоронения Ульяновской области. Скажите, пожалуйста, ежегодно в мире регистрируется порядка 250-280 тысяч заражений детей. Это на самом деле такая печальная статистика. А скажите, а как у нас в Ульяновской области обстоит дело с этим диагнозом? Показатель заболеваемости туберкулезом Ульяновской области составляет 38,3 на 100 тысяч населения. Это общая заболеваемость. Это большой показатель? Нет. Эпидемиологическая ситуация при таком показателе по туберкулезу считается благоприятной. За 2019 год у нас выявлена туберкулеза у 12 детей. Это 11 детей до 14 лет и один подросток 16-летний. Дети всегда заражаются от взрослых. Так как педиатрическая система хорошо организована и действует приоритет профилактики туберкулеза у детей. Это и вакцинация БЦЖ в роддоме, это профилактические медицинские осмотры на туберкулез ежегодные. Так называемый скрининг на туберкулез детей и подростков. Скажите, а вот очень часто родители, ну может быть и не так часто, но все-таки мы знаем, что мы даже одну из тем, перед одной из программ посвящали вакцинации. И есть такая проблема, что родители очень часто отказываются от вакцинации своих детей. Вот в этом случае все-таки вот ваше отношение личное к этому вопросу. Мне, конечно, очень жаль, что некоторые родители не понимают серьезности ситуации и отказываются от профилактических прививок, в том числе и от БЦЖ. Следует понимать, что БЦЖ, вакцинация против туберкулеза является самой мощной специфической защитой детей от туберкулеза. Надо сказать, что вакцинация БЦЖ не защищает от заражения, но защищает от тяжелых, генерализованных, быстропрогрессирующих, инвалидизирующих форм туберкулеза. Поэтому... Наверное, осложнение тоже, да? Да, осложненного течения. Вообще детский возраст характеризуется тем, что туберкулезом дети раннего возраста не заражаются, а заболевают. У них практически не бывает состояния тубинфицированности, здорового носительства. Поэтому очень важно, чтобы дети были вакцинированы против туберкулеза. Работа по приверженности родителей к специфической профилактике туберкулеза, именно методом вакцинации БЦЖ, начинается еще до рождения малыша. Мама беременная, если встает на учет в женской консультации, должны ознакомить с этой проблемой профилактики туберкулеза детей, родившихся уже акушер-гинекологи, акушерки. Дальше мама встает на учет по беременности в детской поликлинике, и там также продолжается работа с будущей мамой. В роддоме тоже у нас специалисты работают. Если вдруг какая-то мама сомневается, услышала, что оказывается можно отказаться, с ней проводится беседа. Давайте все-таки тогда расскажем вообще, как происходит инфицирование. Какие пути, чтобы зрители тоже знали эти моменты. Ну, микобактерия туберкулеза, возбудитель туберкулеза, раньше ее называли палочкой Коха, а правильное медицинское название микобактерия туберкулеза. Микобактерий очень много, а нас в данном случае интересует микобактерия туберкулеза. Попадает в организм человека через слизистые дыхательных путей. При вдыхании аэрозоли, содержащих капель слизи, мокроты с микобактериями туберкулеза от больного, который мог распространить возбудителя заболевания, при кашле, чихании, разговоре. В природе, надо сказать, что она широко распространена, микобактерия, она очень устойчива к воздействию внешней среды, очень хорошо себя чувствует и живет эта палочка в сырых, непроветривых, темных помещениях. Яркие солнечные лучи при прямом попадании в природе как бы убивают эту палочку. При попадании, при проникновении микобактерий туберкулеза в организм человека, начинается борьба микроба и макроорганизма. Вот эта борьба заканчивается победой иммунитета макроорганизма, и микобактерия переходит в спящее, дремлющее состояние, именуемое нами как тубинфицирование. То есть это здоровое носительство. Человек живет с этой микобактерией и как бы не заболевает. Но стоит только ослабнуть иммунитету или же так называемая экзогенная суперинфекция. То есть при длительном тесном контакте с больным туберкулезом периодически, постоянно практически попадает микобактерия в организм, иммунитет уже не выдерживает. В таких случаях может развиться заболевание. Но опять-таки, если вы являетесь больной вокруг детей, у нас широкий комплекс противоэпидемических мероприятий разработан. В нашей стране, как и в любой другой стране, имеется национальная программа защиты здоровых людей от туберкулеза. Это уже вопросы профилактики туберкулеза в широком смысле. Они бывают. Следующие виды. Санитарная, социальная, вакцина-профилактика, химия-профилактика. О специфической защите вакцины-профилактике мы уже с вами говорили. А вот другой такой мощный фактор защиты, специфической защиты от туберкулеза, это профилактическое лечение. В данном случае я про детей буду говорить. Контактным детям предварительно назначается обследование, чтобы исключить локальные формы туберкулеза. Если мы констатируем просто инфицированность, то назначаем после обследования пробы МАНТУ, пробы диаскин-теста. И если диаскин-тест положительный, назначается компьютерно-томографическое исследование. На данный момент диагноз туберкулез не может быть установлен без обследования компьютерной томографии органов грудной клетки. Это наиболее достоверный, наиболее доступный метод рентгенологического исследования органов грудной клетки. Если врач-аптезиатр назначает лечение профилактическое, которое длится не меньше 3-6 месяцев, почему такое длительное? Мы назначаем профилактические дозы, очень чувствительные, губительно действующие на микроорганизм, безопасная доза для макроорганизма, в данном случае для организма ребёнка. Поэтому правильный приём препаратов гарантирует защиту от туберкулеза даже у инфицированного ребёнка. То есть такой комплексный системный подход. Да, это всё выполняется. Кстати, вот этот вот подход, именно профилактический подход к детскому здоровью, к защите детского здоровья от туберкулеза признан во всём мире лучшей практикой. И вот наш главный внештатный специалист, он признанный лучший практик в мире по профилактике туберкулеза у детей и подростков. К нам приезжают учиться. То есть у нас ещё учиться можно? Учится у нас европейский отдел ВОЗ по профилактике туберкулеза у детей. Ну, значит, и дальше у нас есть перспективы, то есть развивать эту систему на самом деле. Но вот если сказать простыми словами, вот сейчас вы сказали о том, что мер защиты в какой-то степени детей от этой инфекции, но вот всё-таки, если простыми словами сказать, вот в семье кто-то из родителей болеет туберкулезом. Как оградить детей от этого заражения, и как не допустить распространения этой инфекции? Вот простыми словами. Вот как именно людям поступать? То есть вы как бы пособие такое сказали для медицинского. Для медиков. Для медиков. А вот именно как нужно родителям, куда нужно обратиться, как нужно себя вести. Может быть, дома какие-то советы тоже вы можете сейчас дать, такие простые и на самом деле практические. Ну, в первую очередь, конечно, защита детей от туберкулеза это раннее выявление взрослых больных. Изоляция и лечение. Разобщение, тубконтакт, это обязательное условие защиты детей от заболевания туберкулезом. Постоянная влажная уборка, заключительная дезинфекция, причём дезинфекция должна проводиться лицензированными станциями, а не просто так, как родители некоторые нам говорят, мы своими силами обработаем хлорк. Нет, это не то. Это нужно делать, но это... Нужно, но это постоянная влажная уборка с использованием дезинфекции. Микобактерия туберкулез, я уже говорила, очень устойчивая ко многим дезинфекциям, поэтому тут надо специфические препараты, дезинфицирующие. В дальнейшем, вот, обследование, непрерывное наблюдение, профилактическое лечение, ну, естественно, привитие с раннего возраста детям правила личной гигиены, принципов здорового образа жизни, рационально сбалансированное питание, правильный режим дня. Это все, в общем-то, общие методы повышения неспецифического иммунитета. А специфический иммунитет, противотуберкулезный, вот именно вакцинация с раннего детства у детей, профилактическое лечение, длительное, не меньше 3-6 месяцев. Я уже объясняла, почему. Поэтому, чтобы не навредить детскому организму, наши препараты все-таки, они имеют ряд побочных действий, поэтому еще раз можно подчеркнуть, что профилактически пролечить лучше, чем потом лечить несколькими препаратами. Туберкулез лечится очень длительно, и 5-6 препаратов используются для лечения туберкулеза. А вот вы говорили уже об этом очень хорошо так, да, что человек действительно может, вот эта микобактерия, туберкулез, у него быть, находиться в организме, и она, в принципе, у многих у нас находится, да, но может никак не проявляться всю жизнь, человек может об этом даже не знать. Вот при каких условиях она проявляется, и как вот все-таки, вот начало, да, вот заболевания, как это можно все-таки вот ухватить, и кому нужно обратиться в этом случае? Туберкулез – это такое заболевание, еще издавна знали, что в начальный период развития болезни очень трудно поставить диагноз, а вылечить легко. Уже поздние стадии заболевания, когда развернут туберкулез, легко поставить диагноз, но вылечить уже сложно и невозможно порой. Поэтому, чтобы поставить туберкулез, опять-таки, нужно комплексное обследование. Анализируем жалобы, то есть разговор начинается от жалоб матери на то, что, допустим, у ребенка она замечает повышенную утомляемость, раздражительность, плохой сон, снижение аппетита. Причем немотивированные такие, да? Да, она не может объяснить это другими. С чем связано? Это все мы анализируем. Снижение успеваемости в школе, отсутствие прибавки в весе, если маленьких детей мы же контролируем, мониторируем прибавку в весе, значит, потеря в весе, длительный кашель, не поддающийся обычными методами лечения, субфибрилитет, причем очень характерный для развивающегося туберкулеза, когда утром может быть нормальная температура, а к вечеру 37,5-37,6. Или же разница, допустим, утром нормальная температура, или же небольшая, 37,0-37,1, а вечером тоже вроде незначительная, 37,6-37,7, чуть-чуть больше, чем утром. Это вот разница в несколько десятков температуры тоже насторожить должна маму. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки какие категории чаще подвержены туберкулезу? Я имею в виду, ну, мы сейчас больше говорим акцент такой на детей, да, но все-таки вот это мужчины, женщины, есть какая-то статистика такая у нас? Ну, наверное, надо сказать, что туберкулез, это микобактерия туберкулеза, она как бы, ну, ученые-микробиологи, микробиологи установили, что восприимчивость к этой микобактерии фактически всеобщая. 5% населения земного шара как бы генетически нечувствительно. Ну, кто попадает в это 5% населения земного шара, сложно сказать. Палочка туберкулезная, она как бы не выбирает. На сегодняшний день ведь туберкулез не побежден ни в одной стране мира, поэтому она может встретиться как заболевание во всех слоях общества, в любом возрасте. Чаще всего все-таки надо сказать, что заболевают социально уязвимые слои населения, а вот такой большой разницы между, вот в гендерном, да, ракурсе не отмечается, потому что эта инфекция, она все-таки зависит от иммунного статуса. То есть чем крепче иммунитет, тем организм здорового носительства отмечается. А если уж ослабевает иммунитет или есть у нас категория граждан с сниженным иммунитетом, их, конечно, профилактические осмотры надо проводить не менее двух раз в год. Есть сейчас много видов диагностики. Это, ну, мы все знаем, реакция МОНТУ, там, Диаскин-тест, да, но сейчас появились и иммуноферментные методы, да, исследования крови, там, ПЦР-диагностика, там, по моче тоже, да, смотрится. Вот, может быть, какие-то еще сейчас появились, или вот этого достаточно объема диагностики? Вот алгоритм диагностики туберкулеза у детей, вот достаточно. Проба МОНТУ до 7 лет, с 8 до 18 лет Диаскин-тест и флюорография с 15 лет. Нам удается выявить ранние стадии и на сегодняшний день тенденция к снижению заболеваемости туберкулеза среди детского возраста благодаря вот этим методам профилактических медицинских ежегодных осмотров достигли мы этот уровень. Существующий вот иммуноферментный анализ крови, ПЦР-диагностика полиомиеразная, цепная реакция, они, как бы вам проще сказать, имеют, конечно, существенную роль в диагностике любой инфекции, но она бывает такая положительная уже у больных туберкулезом, причем у тяжелой формы туберкулеза, когда уже, ну, генерализация процесса бактериемии, там, если по крови находим уже, ПЦР-диагностика, она направлена не на выявление возбудителя, а на обнаружение фрагментов ДНК микобактерии. Поэтому наша задача все-таки предупредить заболевание у ребенка и выявить в ранней стадии заражения, не допустить развития болезни у ребенка. Так, с этой целью, вот, ИФА, ПЦР, они, ну, не имеют особой, такой вот, диагностической, именно, да, диагностической цели для раннего выявления, вот, заражения ребенка. Ну, тогда давайте, вот мы уже коснулись такой, скажем так, ну, такой стороны этой проблемы, как лечение, да, вот, многие считают, ну, вот, если там, я себя относительно хорошо чувствую, диагноз поставлю, но я себя относительно хорошо чувствую, у препаратов, как вы правильно сказали, да, есть такие же побочные эффекты, как у других, у других лекарственных препаратов, поэтому, зачем лишний раз там, да, себя отравить или так далее, то есть, ну, мысли разные у людей возникают. Вот, давайте вот скажем все-таки, вот, ну, вы уже, в принципе, этого коснулись, лечение должно быть обязательно. Обязательно. Понятно, что оно добровольное, да, у нас это все законодательно, да, добровольно, вот в этом тоже, кстати, слабость есть, немножко. Некоторые отказываются. Да, некоторые отказываются, вот слабость, это вот организация, да, вот этого лечения, я имею в виду, организация лечения. Да, как ваше мнение? к сожалению, некоторые родители отказываются, потому что они, естественно, читают, и СМИ, и инструкции, Да, инструкции к лекарственным препаратам. Опять-таки я повторюсь, что мы профилактические лечения назначаем в меньших дозах, поэтому длительно, чтобы испыдывать, остановить рост и размножение микобактерий в организме, в данном случае ребёнка, я скажу, профилактически мы в основном детей лечим, лечебные дозы, чтобы не довести нашего ребёнка до заболевания, и нам бы не пришлось его лечить, в общем-то, лечебными дозами. И длительно нашими препаратами, чтобы не лечить. Поэтому отказываться от профилактического лечения не нужно. Научно-исследовательские институты это всё разработали, изучив, что побочных действий на этапе профилактического лечения практически не наблюдается, если правильно следовать рекомендациям врача-автезиатра. То есть мы же назначаем ещё патогенетическую терапию, чтобы предупредить появление побочных действий наших препаратов. Это же и витамины, это гепатопротекторы. Гепатопротекторы почему? Потому что наши препараты поступают в организм в неактивной форме. Распадаются на действующие вещества в клетках печени. Чтобы не навредить клеточным стенкам печёночных клеток, мы назначаем всевозможные витамины, гепатопротекторы. Мы рекомендуем и контролируем приём препаратов, и предупреждаем развитие побочных эффектов. Хотим, чтобы телезритель наш услышал, что этот диагноз абсолютно излечим. Да. Регулярно, длительно применять наши препараты, как предписал доктор. Потому что без участия пациента в этой борьбе с туберкулёзом врач как бы не старался, а если пациент не будет выполнять рекомендации врача, сложно добиться. Надо сказать, что туберкулёз – это изначально хронический процесс. Всемирный организм депутат хранения определил туберкулёз как хроническое, инфекционно-аллергическое заболевание человека и животных. И клиника, исход которого зависит от особенностей микроба, который поступил в организм, и от свойств макроорганизма, от социальных условий и образ жизни. Потом туберкулёз – это не только лёгкие, да? Да, всего организма. Как все привыкли, лёгочная форма. Да, он бывает разных форм. Лечим весь организм практически мы. А вот туберкулёз связан как-то с бронхитом, с астмой, с этими заболеваниями? Или они как-то усугубляют течение туберкулёза? Или наоборот туберкулёз усугубляет эти заболевания? Ваше мнение личное. Ну, бронхиальная астма, бронхиты, они, конечно, относятся к заболеваниям органов бронхолёвочной системы. Излюбленным органом-мишенью нашей микобактерии являются лёгкие и внутриврудные лимфоузлы, в частности, у детей. Поэтому, если у пациента присутствует бронхиальная астма, хобл, хроническое обструктивное бронхолёвочное заболевание, то, естественно, это является фактором риска. У нас есть определённые факторы риска, которые способствуют развитию туберкулёза. По двум сценариям возможно развитие. Или же эндогенная реактивация в раннем детстве. С детства человек может быть уже инфицирован микобактериями туберкулёза, вот это дремлющее здоровое носительство. Изнутри идёт. Да, эндогенная реактивация, она может проснуться. Во-вторых, если рядом с таким больным проживает больной туберкулёзом, то, естественно, суперинфекция экзогенная поступает. Экзогенная. Постоянно, если поступает, естественно, может заболеть. То есть не обязательно заразиться от кого-то. Если, допустим, бронхиальная астма, мы считаем, что барьерные функции, слизистые бронхов уже здесь страдают. Здесь дренажные функции бронхов, мы сами понимаем, сюда. И так организм ослаблен, потому что препараты приходится принимать какие-то. Вот особая группа риска. Лица, принимающие иммуносупрессивные терапии, то есть иммуноснижающие препараты. Это и цитостатики, это гормоны, более одного месяца, если применяются. Это сейчас очень много людей лечится геноинженерными биопрепаратами. Они всё-таки оказывают иммуносупрессивный эффект. Поэтому они как бы отдельные нозологии, бронхиальная астма, туберкулёз, бронхит, туберкулёз. Но, опять-таки, туберкулёзная палочка обычно хорошо себя чувствует там, где уже изменена, патологические изменения имеются в органе. Об этом тоже надо помнить. Защищаться надо. Профилактические осмотры два раза в год надо проходить. И, если показано, профилактическое лечение. Взрослым тоже назначают. Вот очень хорошо, немножко вскользь, потому что мы больше детей касались. Про детей, да. Но вы сказали, что с 15-летним возрастом флюорографическое исследование. Я вот просто хочу сказать, даже как руководитель учреждения, что в поликлинике, хочу сказать, что, в принципе, я вижу, что люди откликаются на призыв моих медработников пройти флюорографическое обследование. И, на самом деле, всегда полный коридор, идут на флюорографию, спокойно все, значит, проходят это. И, на самом деле, это вот радует, что люди понимают, что вот действительно вот это один раз в год пройти флюорографию, это абсолютно безопасно, абсолютно безвредно. Цифровые флюорографы везде сейчас у нас. И поэтому надо проходить и лучше профилактировать это заболевание, чем потом, как говорится, пожинать плоды. Потому что выявленный в ранней стадии туберкулез излечим при, естественно, регулярном, длительном приеме наших препаратов. Тем более флюорография взрослых выявляет ведь не только туберкулез, но многие другие изменения. Онкология, как мы понимаем с вами. С 15-летнего возраста мы выявляем какие-то врожденные патологии, кисты, сосудистые какие-то изменения. Они очень много дифференциальной диагностики. Да, здесь очень многогранная такая флюорография. Казалось бы, просто флюорография, но она очень такая информативная. Информативный метод, доступный, бесплатный, потому что государство заботится о здоровье своих граждан. Это действительно в рамке госгарантии вот эти профилактические медицинские осмотры надо проходить. Почему? Потому что вокруг детей должны быть здоровые и легкие. И потом все это выверяется, потом результаты все выверяются, малейшее отклонение сразу фиксируется, эти пациенты вызываются на дополнительное обследование. Да, 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 обследование. Это очень важная составляющая. Ну и, может быть, в заключении нашей передачи, как уберечься все-таки от туберкулеза, какие-то такие от себя советы добрые нашим телезрителям? Ну, в принципе, вы уже говорили об этом. Вы все сказали, да, вакцинация детей, не отказываться от вакцинации БЦЖ детей, проходить профилактические медицинские ежегодные осмотры, не отказываться от туберкулинодиагностики, от пробы диаскин-тест. В общем-то, существует альтернатива. Есть некоторые родители, приходят ко мне и говорят, что мы можем делать, мы не хотим вводить в организм ребенка чужеродное вещество. Для этого существуют коммерческие, правда, иммунодиагностические тесты, инвитро, это в пробирке. Кровь из вены забирается ребенка и обследуют ТИС-ПОТ-ТИБИ и квантифероновый тест ГОЛД. Они, значит, информативные, они как бы нам дают те же аналогичные проби диаскин-тест. А вот проби МАНТУ до сих пор не нашли альтернативу, надо признаться, ей вот 100 лет уже этой пробе, до сих пор мы ею пользуемся, потому что мы только с помощью проби МАНТУ можем узнать о первичном заражении ребенка амикобактерий. Это очень важный момент в жизни ребенка. Так называемый вираж, да? Да. Диаскин-тест, он отличается от МАНТУ тем, что мы при пола... Вот... Диаскин-тесту, конечно, мы прям очень в тезиатре рады, потому что основная масса детей дает отрицательный результат. И они освобождены от вот этих вот посещений, обследований у в тезиатра. Вот с 8 лет дети до 18 лет, если диаскин-тест отрицательный, они не подлежат консультации в тезиатре, имею в виду, нет других показаний. Допустим, вот я как говорил, да, длительный кашель, не поддающийся лечению, там, другие какие-то жалобы, если возникают у родителей, естественно, надо их обследовать на туберкулез. А отрицательный диаскин-тест позволяет не обращаться к в тезиатру. Поэтому, если родители не хотят, допустим, проводить МАНТУ детям, МАНТУ, как правило, положительное бывает. А диаскин-тест, он отрицательный при поствакцинальном иммунитете, когда формируется после БЦЖ. С этой целью мы, даже у детей, если проба МАНТУ положительная, не связанная с поствакцинальным БЦЖ иммунитетом, то дифференциальной диагностикой истинного инфицирования инфекционной микобактерии, мы назначаем диаскин-тест. То есть, не обязательно с 8 лет делать пробу диаскин-тест, можно чуть ли не с года. Можно проводить на обеих руках одновременно. Это разрешается. Если родители не хотят МАНТУ делать, то есть, у старших детей всегда МАНТУ была положительная, и они как сами приходят и говорят, мы прям очень устали ходить, обследоваться к афтезиатру. Письменные согласия пишут и могут пробовать диаскин-тест. Но почему важно до 6-7 лет проводить пробу МАНТУ? Нам важно выявить контингент детей, которые подлежат ревакцинации БЦЖ. Опять-таки, да, заразился ребенок микобактерией туберкулеза или нет, мы можем узнать только до пробы МАНТУ. А ревакцинацию БЦЖ проводится 6-7 лет, если мы точно уверены, что ребенку пробу МАНТУ проводили, и он не инфицирован. Поэтому надо ежегодно проводить до 7 лет МАНТУ, а дальше можно переходить на диаскин-тест. Ну, педиатры наши, они все знают это, да, это календарь. Педиатры знают, они работают уже вплотную, вот по этому принципу работают. И действительно, мы и родители, и детей в первую очередь очень освободили от многих проблем обследования, посещения фти-театров. Поэтому диаскин-тест, он считается открытием нашей страны. Мы очень горды этим. Многие страны, другие страны закупают у нас этот диаскин-тест, в Владимирской области выпускается. И, то есть, наша страна прорыв совершила в этом отношении, в отношении диагностики туберкулезной инфекции у детей. Ну, я очень рад, что вот у нас такой в конце нашего с вами разговора именно такой оптимистический, такие ноты прозвучали, что на самом деле у нас эта система развивается. Система оказания помощи, я имею в виду профилактической помощи, и лечения, и оказания помощи вот этим, и пациентам. И самое главное, идет предупреждение этой инфекции. Это самое главное. И ведь это показатели общества, да, в целом. То есть, если на самом деле эта проблема, как говорится, взята под контроль, то, значит, и общество развивается, и так далее, и так далее. То есть, это же очень замечательно. Поэтому будем двигаться и дальше в этом направлении. Я очень благодарю вас за этот очень хороший такой продуктивный разговор. Ликвидировать должны туберкулез. Однозначно, это обязательно. Мы должны его победить. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова